Здравствуйте! Вы смотрите интервью в студии Ян Ермешов. Вы, наверное, слышали такое слово мэппинг. Это световые изображения, которые проецируют на фасады зданий. Обычно это разовая акция, которая готовится либо к какому-то фестивалю, либо, допустим, к какому-то празднику. Так вот, скоро это станет частью городской подсветки, то есть будет постоянным в Красноярске. А вот где и как это готовят, мы сегодня будем обсуждать с человеком, который этим занимается. У нас в студии Александр Август, директор по развитию проектной компании. Александр, здравствуйте! Здравствуйте, Ян! Уже тест прошел, насколько я понимаю? Да, все четыре здания, которые в рамках этого контракта должны быть выполнены, они были включены. Мы посмотрели, как это выглядит, все настроили и пока выключили. Я хочу, чтобы наши зрители посмотрели. Буквально несколько секунд дадим, чтобы вы поняли, о чем идет речь и как это было. Первый вопрос, который возникает. Это же на жилые дома идет проекция? А как же жители? Мы же в окна это светят или нет? В слайдмэппинге можно светить туда, куда надо, то есть вырезать все ненужное и, соответственно, в том числе и окна вырезать на готовом слайде и не светить в них. То есть жители в этом случае не страдают абсолютно? Нет, абсолютно. Ну это же сложная работа. Это же фасад огромный, сколько окон. Как это рассчитывается? Как это происходит? Первоначально придумывается идея, некий эскиз, потом команда инженеров выезжает на место и смотрит, где можно поставить приборы. Когда эти точки установки выбраны, производятся замеры расстояния от этой точки до фасада здания. Исходя из этих расстояний, потом производится светотехнический расчет, в ходе которого определяется, сколько приборов должно быть, какой мощности, какой световой поток. Когда это все сделано, собственно, приборы производятся, привозятся на место, устанавливаются и в них ставится не готовый слайд, а такая специальная сетка. Эта сетка выставляется и инженеры снова замеряют, собственно, какие углы наклона этих проекторов, как они по одной оси, по второй оси выставляются. Сколько это занимает времени, вся вот эта подготовка? Ну, наверное, в целом это занимает около, с учетом проектирования, наверное, около двух месяцев занимает, без учета производства, собственно, оборудования. Это вот дизайн, эти пристрелки, несколько выездов. Два месяца вы только вот пытаетесь понять, чтобы люди в окна не попадались? Ну, не, не, не совсем. Это, собственно, вот технология, как понять, да, сколько попадает людям в окна или не попадает, она несколько часов занимает. То есть мы ставим слайды, специалисты замеряют и потом, собственно, вырезают из картинки все ненужное. Это все происходит электронным способом, да? Естественно, да. А это все-таки видеоизображение или статичное? Изображение статичное. Дело в том, что приборы, которые видео транслируют мэппинг, это совсем другого уровня и стоимости приборы. Это особенно в суровых сибирских условиях, ну, это было бы слишком дорого. Все-таки приборы, которые сейчас установлены в городе, они приспособны, адаптированы к нашим суровым условиям. Их легче обслуживать гораздо, и они могут служить, сейчас побоюсь наврать, но это точно больше 10 лет при грамотном обслуживании. 10 лет один прибор может работать? А при каких условиях? А вот у нас же бывает минус 40, да даже еще ниже температура. Сработает? Должно. Гораздо опаснее наша пыль и грязь, потому что прибор, он нагревается, остужается, нагревается, остужается. И вот в межсезонье, когда вот этот мокрый снег со всей нашей грязью, тем более все приборы стоят вдоль дороги, это реагенты, грязь от машин, все это оседает, забивает отверстие, через которое воздух должен проходить. Ну, собственно, надо обслуживать. Где будут показаны первые картины, на каких зданиях и сколько их всего будет? Четыре здания, которые образуют два ансамбля. То есть первый ансамбль – это Керенского 29, 33, 35, три высотки, которые стоят с определенным ритмом архитектурным. На них будет иллюстрация на тему полотна Сурикова «Взятие снежного городка и автопортрет Василия Ивановича». А второй объект – это на Красной Армии 121, это будет иллюстрация красноярской художницы Юлии Оржевитиной на тему Андрея Поздеева и его картин. То есть вы взяли тему красноярских художников? Да. А кто вообще выбирает тему, выбирает здания, где это должно быть? Вот это адресная программа вот этого большого контракта, в рамках которого 28 зданий всего будет подсвечены в Красноярске. То есть на четырех зданиях будет слайдмэппинг, и еще на 24 будет архитектурное освещение. А, то есть это не картинки будут, это просто вот как в центре, например, да, какие-то лампы цветные, которые будут? Да, если совсем точно быть, на 23 зданиях это будет статическое освещение, в основном в стиле парящие крыши это называется. И одно здание, там будет, ну там такой небольшой объект, будет динамическое освещение тоже в Октябрьском районе. Пока не будем рассказывать все, я думаю, эту башню никто не пропустит. Так вот, все-таки, а кто выбирает? А, да, адресная программа была выбрана в управление архитектурой, и потом в ходе проектирования идеи, соответственно, обсуждались, показывались, менялись, согласовывались. А кто выбрал, что это будет Суриков, что это будет Поздеев? Ну, идею мы предложили в управлении архитектурой, они ее согласовали. Чтобы вообще проецировать картину, ее пришлось заново всю перерисовать дизайнером. Если нас смотрят дизайнеры, то это все в кривых делается, в несколько слоев, потому что цвет, собственно, как в типографии, цвет образуется путем наложения четырех цветов, из которых образуются все цвета. Поэтому, собственно, это несколько пленок, которые печатаются, потом накладываются на стекло. И так вот, чтобы сделать картину, сначала дизайнеры ее порезали, потом придумали эту композицию, как ее разделить на элементы, и потом заново отрисовали. И там была интересная история с черным цветом, что черный цвет – это же как бы отсутствие цвета. И в картине Сурикова очень много таких темных оттенков черного, назовем так. И мы столкнулись с тем, что их не получалось проецировать, и поэтому, когда перерисовывали картину, все оттенки черного заменили на оттенки коричневого, потому что коричневого еще можно светить. Сложность заключалась в том, что фасад белый. Собственно, если мы убираем цвет, то это просто белый свет, который высвечивает белый фасад. А, подождите, то есть черный цвет спроецировать нельзя, потому что он просто преграждает к цвету световый путь, да? Да. А если не светить, то останется цвет фасада, да? А если не светить, то останется белое пятно получается. Слушайте, как интересно. Оказывается, я никогда не задумывался о том, что может быть такая тонкость. И теперь вместо черного мы увидим темно-коричневое, да? Да, все верно. Слушай, а это получается просветить каким-то образом, да? То есть получается просветить? Да, ну вот на видео, которое мы зрителям показывали, там можно увидеть, что коричневого там много, и все получилось. Это был такой определенный эксперимент даже для авторов технологий. Надо сказать, что технология запатендована, кстати, российским художником по свету из Москвы. И, собственно, мы здесь эту технологию представляем в Красноярске. И когда началась работа над этим проектом, особенно над картиной Сурикова, это был первый опыт, хотя подобные проекции они реализовывали в разных городах с партнерами, но вот здесь это был первый такой масштабный опыт, масштабный проект, сложный, но все получилось. Мы с Павлом, с автором патента, вместе присутствовали на настройке, смотрели, когда все сделали. Я видел такую неподдельную улыбку на его лице, довольную. А вам своему-то нравится? Очень, очень. Это за последние несколько лет такой проект, который вызвал у меня очень сильные эмоции. Ну, проектов много, сдаешь работу, обычно идешь, испытываешь какие-то эмоции, приятные обычно. Но пока проект с мэппингом – это чемпион в моем рейтинге по эмоциям. Левый берег вы описали, а на правом берегу что-нибудь будет подобное? Да, прямо сейчас идет выполнение контракта, в рамках которого подобные проекции появятся на трех домах. На Матросово – 3, 7 и 11. При движении, получается, справа берега налево, на этих торцах появится изображение красноярских столбов. Ну, мы подумали, что это такая… Как бы такой интересный такой маршрут получится. То есть, если со столбов возвращаться через Матросово на левый берег, то как раз… Это напоминание, да? То есть, я только что там был, опять можно посмотреть. Мне кажется, что там даже в каком-то смысле поинтереснее будет проект, потому что помимо слайдмэппинга, наверху будут еще архитектурные полноцветные светильники с управлением. И по нашей задумке, получается, мы этими светильниками как бы имитируем небо, и мы будем соединять цвета в проекции с цветами светильников, ну и плюс добавлять динамику, имитировать там закат. Ну, должно быть интересно. Насколько это действительно будет какой-то, не знаю, там, фишкой нашего города? Сложно говорить, что это сама технология будет фишкой города, потому что она есть и в других городах. А где, например? В Москве она широко используется. Я знаю, что есть проект в Полярных Зорях, это такой город в Мурманской области, где фестиваль света проходил одноименный, ну и, собственно, в рамках фестиваля света реализовали такой проект. В Грозном мы знаем, что есть подобный проект. Чем они отличаются? Что все-таки изображения-то оригинальные везде. Ну и, собственно, здесь связь с Красноярском, вот в этой первой итерации, она через наши достопримечательности, через наших художников. Но вообще технология предполагает, что мы можем менять слайды. Сетка у нас уже есть, да? То есть просто рисуется новый дизайн, изготавливаются заново слайды и меняются. А когда все это запустится? Потому что, ну, пробные мы уже посмотрели. Но теперь хочется это видеть ежедневно. Дата окончания контракта 15 октября, поэтому 15 октября мы обязаны будем включить. Но если нам дадут команду сделать это раньше, то мы, конечно, это сделаем. Если говорить про Матросова, то это конец декабря, к Новому году. А как это будет включаться? Это будет с наступлением темноты, да, происходить? Да, обычно архитектурное освещение в городе, все привязано к времени включения освещения дорог, городского освещения. Примерно все в одно время включается. Ну, это хорошо, что в зиму, потому что как раз ночью у нас долги, и можно будет любоваться, можно будет ехать, смотреть, это будет интересно. Ну, вы знаете, я не знаю, как будет с проекциями, но вот в плане архитектурного освещения администрация просит выключать ее на ночь, все-таки, чтобы архитектурная подсветка не мешала жителям, потому что, ну, это световое загрязнение называется профессиональным термином. Вот этот весь лишний свет в городе, поэтому обычно в 11 часов вся архитектурная подсветка запрограммирована на выключение, а потом где-то в 5 утра она включается, чтобы люди когда-то просыпали, город просыпается, люди едут на работу, и эта подсветка их догоняла, как бы создавала хорошее настроение. Спасибо вам большое, что пришли к нам в студию, удачи в этом проекте, очень хочется уже посмотреть его в реале, как это будет выглядеть, ну, побыстрее бы, хотелось, чтобы запустилось. Спасибо, Ян. У нас сегодня в гостях был Александр Август, директор по развитию проектной компании, дорогие друзья, скоро в нашем городе будет еще красивее. Всего доброго, до встречи. Субтитры подогнал «Симон»